Привет! У нас сейчас очень странный выезд, мы едем спасать выдру. В группе Viber нашей рыболовной показали люди фотографии, видео, где в практически полностью пересокшем озере по берегу лазит полуживая выдра. То ли старая очень, то ли изголодавшаяся. И в общем в любом случае мы попробуем ее положить в мешок и перевезти в соседнее озеро, в котором еще много воды и есть какой-то корм. Словотичане поймут, это не заможка. Посмотрите как она сейчас выглядит. В былые времена вода стоит вот там под самые кусты. Здесь в свое время активисты, рыболовные местные жители зарыбили этот водоем, запустили сюда рыбку. Но такое омеление привело к тому, что теперь надо эту рыбу вылавливать и переселять в более полноводный водоем. В общем где-то здесь сейчас надо найти выдру и начать эту операцию спасения. Но она к воде не хочет идти. Она кидается. Да, кидается, пытается укусить. Ну туда накрывает. Там, блин, со мной и корни залезли. На беременную не похоже. На беременную не похоже. Разложи-то просто. Видишь, вот сзади вроде не было. У него вообще сзади понос там или что-то такое. Ну да. Так, осторожненько. А перекрутилось. Надо типа мешка такого сделать. В один слой. Она вряд ли прогрызет. Грызет этот. Простим грезет, да? Ну вот так на весу держать. Не давать ей... Давай я скотчем закручу. Скочевай, да. Все, девочка. Давай, сейчас едем на новый дом. Только не прогрызи по дороге мешок. Не сделай нам панику. Мы рядом так немножко обошли, посмотрели. Следов ее детенышей нет. Сама она на беременную тоже не похоже. Животик плоский. Сиси не набухшие. Было у нас подозрение, что она мамка и потому такое странное у нее поведение. Вялое по каким-то причинам. Но... Но никаких признаков этого мы не нашли. Подъехали к Микшиновке. А здесь лебеди. Это, наверное, знак. Здесь же и отпустим. Нашли классное место. Плавают лебеди. Такой завал. Из деревьев, болотца. И, в общем, сейчас этого монстра туда и выпустим. Пошли. Я, конечно, не большой спецвыдрах, но выглядит так, что как будто бы она чем-то прихворала. Но если и есть какое-то место, где она максимально быстро должна выздороветь, то это оно. Здесь такое болотце, растительность, лягушки, рыбки. В общем, такое идеальное книжное место для обитания выдры и такого типа животных. По-моему, ей понравилось. Уплывай, уплывай. Красота. Ей реально понравилось. Это было видно. Потому что там, если она в воду вообще не хотела идти. Ну, здорово. Наша выдрычка красиво уплыла. Не знаю, попадет это на видео или нет, но как только мы ее выпустили, она сразу начала кушать какие-то зеленые побеги, какую-то растительность. И, возможно, в этом причина. Потому что незаможка настолько высохла, что никакой прибрежной растительности там уже не было. Я не знаю особенность жизни и питания выдры, но, возможно, в этом какая-то причина есть. Эля, хватит разговаривать. Поглядывай назад, чтобы тебе выдра не лупанула по дороге. Ладно, а то... А то тут сзади меня выдра едет. В шею тебе вцепится и... Гудбай. Давай я тебе позвонил, буду за ней смотреть. Это, конечно, не совсем архитектурная сегодня у нас служба. Но будем считать, что это благоустройство. Мы типа благоустраиваем выдру. Что-то я уже кашляю. Это не бешенство? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова